Вы не услышите ни грохота, гусениц, ни залпа, снаряда, ведь танкисты едут на битву, сидя в наушниках. Причем многие из них настоящий танк ни разу вживую не видели. Да и важно ли это, когда ради таких боев люди добираются аж из другого конца республики. Приехали причем. Мы далека с Киастой приехали. Однако ребята выбыли в первом же этапе. Говорят, что бой пошел не по их плану. Если одинаково хорошо играют, то во многом решают подбор танков. Это все равно, что играть в камень, ножницы, бумагу. Но только если команды действительно равны по умениям. Всех шансы равны. Здесь как выберешь ты, какую технику и как ты сыграешь, какую ты тактику сделаешь. Мы решили так, но не повезло, как бы сказать. Ну как бы мы не расстраиваемся. Нам все равно позитивно. В каждой команде по три танкиста. Кстати, желающих принять участие оказалось слишком много. Потому часть игроков отсеяли в онлайн-турнире. Получилось 49 команд. Мы посчитали, что 49 команд они у нас будут играть до утра. Поэтому был заочный этап, когда отсеялись команды. Сегодня осталось их 32. Стать лучшим в киберспортивной дисциплине настолько же сложно, как в обычном спорте. Например, в футболе надо забить гол, не давая сделать то же самое сопернику. За экраном монитора такой же принцип. Надо пробить чужой танк, чтобы не подрывали твой. Для этого нужны реакция, тактика и точность. Мы очень долго, давно играем. И мы знаем, куда пробивать, как пробивать, когда стрелять. Командная тактика, знание позиций. Там тоже много своих нюансов, которые тоже более-менее надо знать. Нарабатывается с опытом, который в основном. А как вы думаете, реальные бои точно такие же? Нет, абсолютно нет. Две разные вещи. Опыт – это вообще самое главное. Знать азы танков – это самое главное. Как только ты разберешься в механике игры, ты станешь ократим на одном калуж. Этот турнир мы поддержим уже второй раз. Ну, в этот раз, естественно, он очень такое массовое мероприятие, что нас очень радует. Количество команд с каждым годом увеличивается. Это говорит о том, что, наверное, все-таки заинтересованность именно в этой игре, она очень высокая. Отмечу, что организаторы планируют как минимум еще один турнир по World of Tanks, но уже в следующем году. Ну, а в этом чемпионате приняли участие 96 человек. Самому младшему из киберспортсменов – 14 лет, а самому старшему – 42 года. Будамон Хойфорд, Амгармаев, телекомпания АТВ.